Итак, всех приветствую в новом видео, тема сегодняшнего видео Диагностируем автомобиль при помощи мотор-тестера И в чем же заключается суть мотор-тестера? Пожалуйста, прокомментируйте, очень интересно знать ваши ассоциации, а может уже какой-то был опыт и так далее Итак, мотор-тестер предназначен для диагностируя ДВС с двигателем внутренним сгоранием Включение, измерение и визуальное отображение электрических сигналов Различают на портативные и консольные И запомните, нельзя мотор-тестер заменить сканером Далее, после соединения по схеме мотор-тестера, автомобиль можно диагностировать следующие параметры Первый, это диагностируя баланса мощности Для этого берем мотор-тестер, вводим в него любое число от 700 до 2000 оборотов в минуту После чего, нажимая на педаль газа, в течение 10 секунд мы должны увидеть результаты измерения двигателя На высокооктановом бензине мощность должна составлять 84-86%, а потеря 16-14% Если низкооктановый, то где-то 80-83%, а потеря 20-17% Второй параметр, это диагностирование цилиндрового баланса Алгоритм последовательности здесь очень похожи, как и на предыдущем пункте Но все же есть пара своих отличий Но при этом начинается также с выбора оборотов в минуту То есть от 700 до 2000 оборотов в минуту После чего плавно начинаем нажимать на педаль газа После чего на мотор-тестере, на его экране должны высветиться, например, такие названия, как Отключение цилиндра, номер Мотор-тестер начинает отключать цилиндры поочередно в соответствии с их порядком работы Результат измерения выводится в виде гистограммы За 100% берется наилучший цилиндр А если высвечивается около 70 и, возможно, даже ниже Это говорит об дефекте в цилиндре, который нужно уже как минимум смотреть, устранять Ну и последний параметр на сегодня По сути, что такое параметр? Я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео Поэтому я на всякий случай оставлю ссылочку в описании Так вот, третий параметр это диагностирование электроснаружения системы То есть соединяем мотор-тестер с соответствующим плюсовым разъемом генератора Минусовую клемму соединяем с корпусом автомобиля или в простонародье масса После чего в мотор-тестере выбираем соответствующий режим И выставляем уже приблизительно 2000 оборотов в минуту При исправной бортовой сети напряжение должно составлять приблизительно 13,8-14,2 вольта Затем доводим обороты до максимума и убираем ногу с педали Большое напряжение с частотой оборотов указывает на исправность регулятора напряжения Затем включаем фары, отопитель, ну или просто потребители на максимум И смотрим, напряжение, если все работает и все исправно Не должно упасть ниже чем 12,8 вольта Это будет свидетельство о том, что бортовая сеть функционирует так, как должна По сути это все, что я хотел вам на сегодня рассказать На этом все, всем удачи!